всем добрый день вы на канале вязание от ангелина и озимок сегодня смотрите такая вот очередная красота очень красивая салфеточка яркая неожиданная легко вяжется вот сто процентов легко вяжется у всех получится сегодня у нас опять идет опробирование новой камеры пока еще я не могу все точно правильно связать но будем надеяться что понятно не сложно все видно обязательно пишите в комментариях положение рук как сделать лучше ближе дальше сбоку как вы считаете нужным а пока смотрим вяжем сегодня хочу связать красивую салфеточку для этого как обычно берем остаточки ниток грамм 30 я думаю уходит примерно наша задача провязать 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 или даже 6 удобнее мне по крайней мере 6 воздушных петель набрали замкнули в кольцо 1 2 3 и наша задача провязать 15 столбиков с одним накидом в кольцо потом кольцо замыкаем и нужно будет вторую ниточку я взяла белую ниточку салфетка в два цвета считаем петли 3 4 вяжем в круг 15 столбиков с одним накидом получилось колечко 15 столбиков с одним накидом и соединили 4 воздушные петельки пропускаем 1 2 2 петельки в третью соединительный столбик такие вот у нас будут арочки 1 2 3 4 1 2 пропустили в третью соединительный столбик наша задача 5 арочек организовать 1 2 3 4 1 2 3 4 чтобы наш цветочек был красивый 1 2 3 4 самое начало мы с вами вкалываем 1 2 вот 5 у нас получилось таких вот арочек теперь наша задача оставить ниточку вишневую взять ниточку беленькую сейчас я ее присоединю вот и в каждую арочку вот такую наша задача провязать 7 столбиков с двумя накидами вяжем 4 воздушные петли 1 2 3 4 для первого столбика и еще 6 столбиков с двумя накидами в каждую такую арочку 3 4 5 6 7 7 провязали 2 воздушные петельки сделали 1 2 и еще 7 столбиков в следующую арочку и у нас должен получиться вот такой красивый цветочек красный с белым по всему периметру вязали мы вот такой цветочек 5 лепесточков по 7 столбиков присоединили с обратной стороны нашу вишневую ниточку я провязала 3 воздушные петельки снизу вверх чтобы присоединить хотите отрезать можно тоже отвязать не вопрос и между первым и вторым столбиком вяжем столбик и вытягиваем петельку пышные столбики будет 2 3 4 пышных столбика вернее 4 вытягивания 4 накида закрепляем по сушную петельку делом пропускаем два столбика и опять пышный столбик 1 вытягивание накид 2 вытягивание накид 3 вытягивание накид 4 провязали воздушная петелька теперь через столбик 1 2 3 4 вытягивание 4 накида воздушная петелька между пышными столбиками и еще нас должно получиться всего четыре пышных столбика теперь пропускаем 2 1 2 3 4 вот такие получились у нас четыре пышных столбика смотрите мы пропустили сначала один столбик потом 2 1 2 и 1 у нас остается 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и точно в таком же порядке пышные столбики как мы вязали один столбик пропускаем вяжем пышный столбик раз вытягивание 2 3 4 вытянули провязали воздушная петля теперь пропускаем 2 столбика внизу вяжем пышный столбик 3 4 воздушная петля теперь пропускаем 1 столбик 3 4 воздушная петелька и теперь пропускаем 2 столбика вот такие у нас будут цветочки 34 теперь пропускаем 7 воздушных петель и довязываем наш ряд по кругу до конца такой цветочек у нас получился первоначально интересный красивый 7 воздушных петель у нас красивого вишневого цвета соединяем наше самое начало и ищем где наша белая ниточка наша белая ниточка с обратной стороны вот она мы ее подтягиваем и для того чтобы подтягиваем теперь красную ниточку так еще разочек красную соединим чуть-чуть по-другому сделаем красную соединили вот а белая нам нужно вот в этом месте что мы делаем 1245 чтобы ниточку не отвязать 67 можно отрезать каждый раз каждом ряду но мне жалко резать поэтому просто-напросто мы переходим вот сюда и начинаем набирать 1 2 3 4 наша задача набрать 16 столбиков с двумя накидами у нас 5 арочек воздушных мы с вами набираем в каждую такую арочку 16 столбиков с двумя накидами то есть принципе вязание понятен мы сначала вяжем столбики с двумя накидами а потом вяжем вот такие красивые пышные столбики и по нарастающей увеличиваем в каждом кругу никаких новых других принципов здесь не будет просто-напросто вяжем сначала столбики с двумя накидами а потом вяжем пышные столбики вишневого цвета и все вся салфеточка вот такая красота у нас получается 5 лепесточков по 16 столбиков с двумя накидами между ними две воздушные петельки 2 воздушные петельки провязали присоединяемся наша задача теперь найти красную ниточку мы можем знаете сразу связать цепочку что белая ниточка у нас была готова опускаем ее вниз смотрим где наша розовая ниточка вот она у нас и точно также воздушными петельками наша задача попасть вот в этот в этот лепесточек можно белый подцепить чтобы легче начинать 1 2 4 5 6 7 что просто не видно было что мы делаем подъем белые ниточки поменяем пропускаем два столбика теперь будем через два вязать пышный столбик где наша красная ниточка и красную ниточку пропускаем потом может быть с обратной стороны мы эти ниточки либо подвяжем или либо приглашки можно вот так прогладить чтобы они не выступали их не было видно еще разочек нашу розовую ниточку подхватываем между двумя столбиками белую ниточку убираем чтобы нам она не мешалась вот и вяжем те же пышные столбики которые мы с вами вязали воздушную петельку из 4 1 2 3 4 накида 1 воздушную петельку теперь наша задача провязать не 4 пышных столбика опять через каждые два столбика вот через пять будем менять у нас нижнем ряду было 4 пышных столбика а в этом ряду у нас будет 5 пышных столбиков воздушную петельку между ними делаем два столбика пропускаем вытягиваем 1 2 3 4 воздушная петля еще один два три четыре воздушная петелька и два раз два три четыре и немножечко будем менять теперь мы после того как провязали 5 пышных столбиков будем вязать 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 вот два столбика отпустили и вяжем пышные столбики опять 5 штук один то есть мы будем немножечко добавлять лепестков у нас было 5 лепестков сейчас будет больше воздушная петля получается смыть и один столбик пышный второй пышный столбик воздушная петля третьим будем вязать между потом 4 5 5 7 воздушных петель 5 столбиков 7 воздушных петель вот такой у нас будет с вами вязание чтобы у нас потом лепестки начинались немножко в другом месте их было больше вот такой цветочек мне получился достаточно интересный по 5 пышных столбиков между ними 7 воздушных петель и вне зависимости куда вы попали вот допустим у меня пышный столбик попался где-то между белыми цветочками ничего страшного немножко меняем цветочек провязываем все как есть и у нас добавляются арочки теперь эти арочки вот я довязала красную ниточку оставляю ее или можно даже связать несколько воздушных петелек оставим пока вот теперь нам нужно попасть в арочку белой ниткой то есть с обратной стороны я провязываю воздушные петельки и провожу туда куда мне нужно наша задача точно также провязать во все арочки 16 обманываю 14 столбиков с двумя накидами и между ними сделать не две воздушные арочки как вот у нас здесь было а по 3 вот и вся разница то есть как вязать цветочки мы с вами знаем как вяжутся пышные столбики мы с вами знаем основу мы задали наша задача в каждой вот такой вот каждой арочки провязать по 14 столбиков с двумя накидами и 2 воздушные петли между белыми цветочками провязала я все наши белые лепесточки у меня получилось 1 2 3 4 5 6 7 8 8 и теперь задача последнего ряда можно продолжать бесконечно можно бесконечно продолжать я ниточку подтянула вот где у нас через каждые два столбика мы будем вязать пышный столбик все как мы знаем и умеем тут никаких сложностей нет единственное единственное что мы будем вязать пышные столбики и не делать между ними если это последний ряд и не будем делать между ними воздушные арочки а если вы хотите продолжить так закрепим а то не тянется 1234 12 я думаю может быть три и сделать между цветочками столбик с накидом и пико это как завершающий ряд а если вы не будете вязать завершающий ряд то можно всегда продумать воздушные арочки где воздушные петельки и продолжаем через каждые два столбика хотите попышнее через каждый столбик обязательно пробуйте разные варианты я показываю только принцип вязания такой последний рядочек будет обвязываем все наши столбики по кругу через два пышными столбиками а между лепесточками вяжем вот такой узорчик и все будет красиво такая салфеточка у нас получается я не вязала небольшую не маленькую просто решила для образца довязываем пышный столбик показать принцип вязания можно всегда связать больше меньше мне было интересно попробовать вязание очень интересная и в то же время простое как я люблю вот и мы начинали с пышного столбика мы просто-напросто к нему присоединяемся ниточку я отрезаю потом ее спрячем можно связать таким принципом из очень толстой пряжи коврики многие любят вязать коврики и они получаются вот иногда нужно именно такая как-нибудь не стандартная форма а с пышных столбиков это будет плотный толстенький ковричек на порог или может быть туалет ванну тут вариантов много получается очень интересно и не замысловато с одной стороны а другой интересно просто и красиво что меня и подкупила когда я решила связать такую салфеточку показать поделиться с вами как иначе когда хорошая идея всегда хочется поделиться пишите в комментариях нравится вам идея или нет любой цвет можно обыграть который вам нужен в интерьере два ярких цвета сюда интереснее чем один можно вообще сделать все цвета разнообразные какие-то взять остаточки ниток и связать красоту на любое на любой объем вот если вам идея понравилась как и мне то вяжем получаем удовольствие всем приятного просмотра до новых встреч пишите в комментариях нравится или нет